Надежда Молтовня, так пропой на злобу дня Пусть взрывает интернет сатирический куплет Добрый вечер, уважаемые сети зрители Это прямая трансляция вещательной технологии Ситивизор Из студии онлайн-ТВ первого интерактивного телевидения Наш телефон 499-918-4378 И сегодня в программе на злобу дня Всеми любимый и мною лично артист Николай Бандурин И не менее любимый мною музыкант-виртуз Олег Михайлов Это как бы он подтвердил, что он виртуз Ну да Ну знаете, друзья мои, наша программа выходит впервые в прямой эфир Поэтому мы специально немножечко задержали начало Но люди мы порядочные, поэтому закончим мы вовремя, не расстраивайтесь Итак, мы начали в 7.40 В 7.40 Как-то вот так сегодня Всеми любимые мелодии Да, действительно И сразу же хотел бы сказать вот что, уважаемые наши сети зрители Мы на прошлой неделе договорились с нашими зрителями в интернете О том, что они должны нам присылать частушки на заранее оговоренные темы Тем у нас было четыре Первая тема о том, что зарплату депутатов повысили в два раза Да, вторая тема Это после критики Владимира Владимировича Путина Многие госкорпорации отменили новогодние корпоративы В преддверии года наступающей и набегающей лошади Да Третья тема была о том, что скоро состоится открытие Сочинской Олимпиады И насколько актуальна сейчас поговорка Знал бы прикуп, жил бы в Сочи Ну и четвертая тема, она как бы вечная у нас Это тема ЖКХ Если в крайне нет воды, значит... Это 7.40 я навеял Значит, не оплатил коммунальные услуги И вот, вы знаете, надо сказать, что очень многие наши зрители, сети зрителей Откликнулись на призыв писать частушки на эти наболевшие темы Поэтому у нас появились частушки-претенденты И вот сегодня в течение всей нашей программы Вам предстоит выявить частушку-победительницу У нас получилось три частушки, которые мы сейчас представляем на ваш суд Эти частушки будут висеть на нашей страничке Там появятся специальные кнопочки И вы можете за них проголосовать Частушка, которая наберет большее количество голосов и займет первое место И победитель обязательно получит приз Это вот такая вот пластиночка Да, с моими авторскими песнями Вещь практически редкая, потому что в магазинах ее не купить Она практически в единственном экземпляре Но я добавлю, что все авторские песни Николая Бандурина все-таки начинаются с его лейтмотива Ну, мне бы хотелось, чтобы они так начинались Итак, друзья мои Частушки появятся у вас на ваших компьютерах Я так почему-то показал вот сюда, потому что у нас здесь тоже стоит маленький такой планшетничек И мы тоже будем сюда подглядывать Вдруг что-то на стене у нас будет появляться Мы сразу же будем это озвучивать Ну, а теперь, наверное, мы озвучим те частушки, которые являются претендентами на победу Итак, Александр Кабашников из города Минска, Белоруссия Еще игры не открыли, но на зависть всему миру мы расходы все, мы рекорды все побили по откатам и распилу Мне очень нравится Валерий Фроликов из города Кургана Встал под душ, себя намылил Бац, и воду отключили В тапках, чтоб не простудиться В ЖКХ пошел домыться Петр Давыденко из Казахстана Расплодили бюрократов Три желудка, сто кишок Депутатская зарплата не вмещается в мешок Вот такие три частушки, и вы можете голосовать за них А также не забывайте, что вы можете наживать зеленую кнопочку под вашим экраном и попадать прямо к нам в студию Да, лично мы будем рады вас видеть, рады будем вас слышать, знать, что вы находитесь вместе с нами на нашей сатирической кухне И вы знаете, очень приятно, что нам уже стали присылать такие вот стихотворные реверансы в адрес нас с Олегом Мне, например, невероятно приятно, что вот Катюша из Московской области, она нам написала такие строки Коля, Коленька с Олежкой, вам приветик, как и прежде Ваш эфир отличный ход, вся страна, наверное, ждет, что вы скажете сегодня перед елкой новогодней Что бы вы там ни сказали, мы во всем вас поддержали Ой, спасибо, Катя, очень приятно А если вы еще позвоните нам по телефону 918-4378, то будет двойне приятно, и не только Катя, а все наши уважаемые сети зрителей Может, ответим Кате какой-нибудь пение, как Катя Катерина А давай лучше Выходила на берег Катюша А могла бы дома посидеть и посмотреть возле компьютера нашу программу Ну что ж, друзья мои, мы продолжаем, вернее, не продолжаем даже, а начинаем знакомить вас с остальными частушками Дело в том, что те три частушки, которые уже прозвучали, это частушки-претенденты, с которых вам путем голосования нехитрого предстоит выбрать частушку победителя Но частушек было признано огромное количество Итак, вот еще одна частушка Владимира Федяева Президенты за народ, все министры за народ, депутаты за народ, но пока наоборот Галина Хурдаева из города Ветлуги про ЖКХ нам пишет Ненавижу я пока это слово ЖКХ Расскажу вам по секрету, дед примерз мой к табурету Ну надо радоваться, дед никуда не уйдет и будет Ну в общем, да, будет где-то рядом От болезни, а-а-а, эхо слышите нас в Кремле Мы мечтаем жить в тепле От болезни люди мрут, куда денежки идут И вот она пишет, что, к сожалению, у них в домах очень низкая температура Зимой она не поднимается выше 13-15 градусов Не морозь меня Моего коня Перед годом лошади не морозь меня, моего коня Ну что ж, а вот Александр Хабашников из города Минска прислал нам еще вот такую частушку Хоть тарифы все растут, 20 лет у нас подряд В доме трубы все текут, а у сантехников горят Ну сантехнику, значит, не страшно мороз, не в 13, не в 15, не в плюс Абсолютно Итак, частушка, которую прислал нам Владимир Федяев Он же, да? Нету большего греха, чем работать в ЖКХ Волчьи там большие лица, а людских там единицы Просишь, просишь, Жек родной, сделай что-нибудь с трубой Все моргает глазками и глаголет сказками Сказками? Сказками Отлично Ну, Олежек, я тоже, знаешь, принял участие в сочинительстве Все-таки 30 лет я пишу частушки, наверное, недаром И у меня тоже есть на тему ЖКХ И давай сейчас тоже попробуем озвучить В ЖКХ новации и модернизации А на деле бла-бла-бла Три таджика и метла Ну что ж, друзья мои, я так понимаю, что голосование за частушки-претенденты, оно продолжается Битва за гран-при у нас идет Ну а сейчас мы бы хотели сказать, что в нашей программе вы увидите несколько видеосюжетов Именно эти видеосюжеты будут являться заданиями для написания частушек На следующую нашу программу, которая состоится и будет опять же в прямой эфир 6 января в 8 часов вечера Практически в ночь перед Рождеством Ну практически, но еще будет время накрыть на стол Поэтому 6 января мы как раз с огромным удовольствием хотим прочесть эти частушки, которые вы напишите на темы, увиденные всеми нами вот в этих сюжетах Итак, смотрим первый сюжет Регистрацию граждан России предлагается наказывать штрафом от 100 до 500 тысяч рублей Принудительными работами на срок от 3 до 3 лет Либо лишением свободы на тот же срок При этом за фиктивную регистрацию иностранных граждан предусмотрено более мягкое наказание Только штраф Законопроект направлен на борьбу с так называемыми резиновыми домами Где в одной квартире могут быть зарегистрированы сотни людей Только в 2011 году было зафиксировано более 6 тысяч подобных адресов Где значились почти 300 тысяч граждан Ты помнишь такую песенку? Коммунальная квартира Это коммунальная, коммунальная страна Я вот тоже сразу... Ты что в этих квартирах уже когда писалось Там помнишь, Хюкча готовил строганину, значит, там, шашлык Оленевод бельды, строганину и балык А я вспоминаю, такая была история, когда мужчина сидит в своей квартире, вдруг звонок в дверь Он открывает, на пороге стоит еще один мужчина и говорит Здравствуйте, я ваш новый сосед Это говорит, ну, сверху или снизу? Он говорит, ах, вот вы так ставите вопрос Ну, во всяком случае, друзья мои Вот, нам будет очень интересно ваше мнение по поводу вот этих самых, так называемых, резиновых квартир Потому что, на самом деле, безобразие, когда действительно в одной квартире прописано сразу огромное количество людей А может быть, кому-то из вас и понравится эта ситуация А может быть, кто-то живет в таких резиновых квартирах и напишет частушку в защиту этого явления Ну, по крайней мере, 6 января 2014 года, в 8 часов вечера Я думаю, что, может быть, частушки появятся и раньше на нашей интернет-страничке Но, во всяком случае, пишите, вот это первое задание И вообще, резиновые квартиры, они ведь могут быть не только в Москве, а могут быть и в вашем регионе, в вашем городе Всегда указывать, из какого региона Тем более, что, в общем-то, из любого региона можно дозвониться по телефону 918-4378 Или, тем более, нажать зеленую кнопочку под экраном, чтобы оказаться здесь в студии Да, а в Таиланде, наверняка, нет резиновых квартир, там есть каучук Ну, а я, знаете, друзья мои, тут еще у меня есть тексты, которые нам прислали Мы не успели их опубликовать вот так вот уже на страничке Но я с огромным удовольствием прочту вам Потому что это не частушка, это такие стихи получились Ну, вот, некто Максим Максим, к сожалению, вы не написали, откуда вы нам прислали эти удивительные тексты Но вот Максим написал вот такие стихи Раньше в Сочи отдыхал, а сейчас я в Крым попал Осмотрелся и, о боже, до чего они похожи Из окна отеля только вид на местную помойку В Сочи есть такое тоже, только в три раза дороже С Будуна наш аниматор крыл детей отборным матом В Сочи есть такое тоже, только в три раза дороже Скушав комплексный обед, пляж сменил на туалет В Сочи есть такое тоже, только в три раза дороже Прокатился на банане, потеряли нас по пьяни В Сочи есть такое тоже, только в три раза дороже Стадион тут под горой, он почти всегда пустой В Сочи будет так же тоже, только в двести раз дороже Ну, удивительная штука И вот еще одна частушка Петр Левитенко Частушка, да? То есть, поем Из города Атбасара Знал бы прикуп, жил бы в Сочи Жил бы там, как тамогочи Спал и ел бы до сыта И не делал ни черта Кстати говоря, это свежая, совсем только что сегодня Пришедшая к нам То, что называется вот из-под пира Поэтому вы можете прямо в процессе программы Если у вас приходят какие-то мысли Тут же писать их на стену, и мы обязательно среагируем А лучше дозвониться нам по телефону 918-4378 Или нажать зеленую кнопочку Да, и спеть ее прямо в прямом эфире С нами Лично мы будем очень рады вас слышать и лицезреть, если еще у вас будет видео Мы, к сожалению, не можем с нашей кухней угостить вас чаем через экран монитора Но спеть с вами и сыграть с удовольствием С огромной удовольствием Нам ведь только дай Думаю, вам тоже Ну что ж, а мы продолжаем знакомить вас с частушками, которые нам в огромном количестве прислали на нашу передачу Анатолий Ивасин из Москвы Вдвое подняли зарплаты нашим нищим депутатам А врачи и учителя им не светит ни рубля Вот, я вижу, что у нас есть частушка из Украины, тогда будет такой брыш На Майдане колохаты евро раздают зарплаты Вот ты думай, брать не брать Почем родину продать? Вот какие нам вещи частушки Кстати, это уже такая политическая история У меня тоже есть, ну, относительно такая сатирическая частушка Звучит она где-то так Живот бедно наш народ Все вопросы задает А не задают вопросы Лишь одни единороссы А вот, кстати, частушечка из города трех революций Знаешь, почему в Ленинграде все время хочется спать? Потому что это колыбель трех революций И вот из города Санкт-Петербурга Некто Валентина Акулова прислала вот такую частушку о ЖКХ Хватит... Я не сразу понял Хватит ЖКХ ругать Прекратите споры Чтоб сосули позбивать Нужен залп Авроры Ясно А вот Мария из города Шахты Написала нам вот такую частушку Как нам воду сэкономить? Мы спросили мудреца Он довольно отвечает Мойте только пол лица Это только к лицу относится? Наверное Но ее же совет такой Комуналку не плачу Потому что не хочу Я сижу без газа, света Но не трачу денег с лета Вот так Ну, знаете, про ЖКХ тема действительно же вытрепещущая У меня тоже есть на теме ЖКХ частушки Вот одна из них Эх, налоги ЖКХ Не боятся знать греха Да пошли они уже На три буквы В ТСЖ А вот частушка, которую нам прислал Валерий Вот так вот она звучит Валерий, к сожалению, не указал город А вообще, пишите отшел Очень интересно Говорят, Москву родную Скоро переименуют Будет город Азиат Не Москва, а Москва-бат Ну, как-то так Ну, что ж, друзья мои Вот такие частушки, по-моему, великолепны Вообще, у нас талантливый народ Вы потрясающе здорово пишете Пишите больше, чаще Расскажите своим друзьям, что существует Наконец-то существует Появилась такая программа Где они могут излить все, что наболело Вот воплотить это в такое четверостище И не хранить это в себе А поделиться с нами и со всеми сети зрителей Позвонив по телефону 918-4378 Или нажав зеленую кнопочку Вот, если вы не дальтоник То вы легко разыщите зеленую кнопочку Нажмете на нее И окажетесь прямо у нас Вот на нашей кухне В нашей студии Ну, а мы с вами смотрим еще один сюжет Но повторяю, что смотрите сюжеты внимательно Потому что тема этого видеосюжета Будет темой для написания частушки К следующей нашей программе Которая состоится 6 января 2014 В 8 часов вечера Смотрим видеосюжет Депутаты, депутаты, депутаты Стоять! Послушайте меня! Я обращаюсь ко всем! Послушайте меня! Я обращаюсь ко всем! Это провокация! Бросьте камни! Бросьте палки! Идите на Майдан! Там наша сеть провокация! Не знаю, почему вспомнил фильм В бой идут одни старики Помнишь? Я обращаюсь ко всем! У родственников у сестры моей жены Даже дом где-то под Мариуполем И честно говоря, смотреть на то, что сейчас там происходит Без содрогания, без боли Действительно, вот настоящие боли нельзя Потому что людей просто их очень жалко Вот это очередная революция Это заваруха, которая там происходит Я, знаешь, вспоминаю, Олег, такой был анекдот Когда Октябрьская Великая Революция Да, 17-го года И сидит старенькая бабулька Правнучка Декабриста И на улице такой-то шухер, стрельба И она говорит своей горничной Говорит, Клавочка, иди, миленькая Спусти с ней, посмотри, узнай, в чем дело Та сбегала вниз, возвращается Говорит, там революция Она говорит, ой, правда, революция, здорово Мой прадед был революционером А чего они хотят? Говорит, они хотят, чтобы не было богатых Она говорит, да, а мой дед хотел, чтобы не было бедных Ну вот, честно говоря, революции Дело на самом деле страшное Я где-то слышал такую умную мысль Что революции придумывают Придумывают Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова